Субтитры делал DimaTorzok 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 Слежов Слежов Субтитры делал DimaTorzok 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 Играет от обороны Медлайф. Это для них привычная тактика. Они в чемпионате также действовали. И любопытно, что в общей сводной таблице по итогам чемпионата у нас Медлайф оказался чуть выше HSBC. У Медлайф 11 очков, у HSBC 10. У Золушевского прессингуют. Хорошая навестная передача Слежова. Заброс Лунина. Медлайф с мячом на чужой половине. Лунин при этом остался ребенком со своими воротами для того, чтобы страховать отскок или контратаку. Закончилась все-таки атака Медлайф. Пытается сконтрить HSBC, но на протяжении уже почти 8 минут у HSBC заметно хромает прием. Собой, собой! Бей! Идем бей! Ремнев. Отличная атака у HSBC получилась. Две длинные передачи с одного фланга на другой и забивают черные. Все-таки смогли выйти вперед в первом тайме. Слушайте, а вы не знаете, что вы играете в Кирилл? Сейчас узнаем. Подожди, Кирилл приедет. Сейчас узнаем. Главой. Вот только сейчас мяч покидает пределы поля. Орбитр указывает правильную точку, где должен располагаться мяч. Это был удар по воротам, в надежде на то, что Луковников мяча костнется и потом попадет в ворота. Габарец. Перерыв при счете 1-0. Второй тайм. Пока преимущество в счете у HSBC 1-0 ведут. Забили где-то за полторы-две минуты до перерыва. HSBC играет первым номером, больше контролирует мяч. Нельзя сказать, что больше атакует. Наверное, правильнее сказать, что больше пытается атаковать. Но очень много потерь мяча в средней зоне. Вот редкая атака Метлайф. Рикошет. Луковников, безусловно, мог брать мяч в руки. Мяч к нему летел от своего игрока, Луковников. Хороший у него получился после этого ввод мяча в игру. В итоге Корноушевский то ли бил, то ли пытался передачу сделать. Габарец. Будет подавать угловой. Луковников, безусловно, безусловно. Сегодня каждая команда проведет по три игры. Кубковый турнир, это всегда хорошая возможность себя проявить, собраться всей командой, всем составом на один единственный день и после этого лучшие заберут награды. Тело темное, 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 от первого, от первого, от первого. Смотрите номер. Корнувшевский скорость набрал. Ну, собственно, это самое яркое, что было в этой атаке. Как раз набор скорости. Потеря мяча, Метлаев втроем против одного защитника. Но это не кто-нибудь, а Лунин, поэтому отбили атаку. Блин, блин, активность. Блин, блин, активность. Серёжа. Блин, блин. Зачем? Зачем? Стоять! 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 Хорошая размашистая атака, которая заканчивается ударом Корноушевского 2-0 Потеряли концентрацию игроки Метлайфа Дали себя растащить по флангам И все это заканчивается очень неприятно 5 минут до финального свистка Метлайф всеми правдами и неправдами Но заканчивается момент взятием ворота И Лунин сейчас торопит игроков быстрее брать мяч Быстрее нести его в центр поля Быстрее таким образом спогнать HSBC и его разыграть в центре Торопится Метлайф и приводит это к потере Но им больше ничего не остается, только раскрываться самим Идти атаковать А Лунин, если что, в защите подстрахует Здесь нарушение правил У мячоги борец Сам пробил габарец Мяч летел в створ Должен был пройти рядом со штангой Но вратарь на месте Гоход 1 на 1 Пусть и не было возможности уже подстраиваться под мяч Но было опасно Ремнев Ну, по-моему, просто отдал мяч сопернику Продолжение следует... 1-1 1-1 1-1 1-1 2-1 1-1 1-1 1-1 2-1 1-1 1-1 1-2 1-2 1-2 1-1 1-1 2-1 1-2 1-2 1-2 5-1 2-2 1-1 1-2 1-3 1-2 1-2 1 2-3 1-3 Борец. Какая-то сумасшедшая его ошибка. И после поделения мяча просто отвернулся для того, чтобы не видеть дальнейшего развития событий. Был уверен, что сейчас команда пропустит. Габарит мяч принял. Пошла последняя чистая минута. Время идет. И это все вода на мельницу HSBC, которую ведут в счете. Аккуратней! Семнадцать секунд до конца. Сейчас нету времени на подготовку. Сразу нужно бросать мяч в штрафную. Руками, ногами, вообще всем, чем только можно. Упал мяч высокого Габарца. Четыре секунды. Здесь только простреливать штрафную. Габарит Сремневу. Ну, удар уже был в любом случае после свистка. Так что неважно, куда мяч полетел. 2-1. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА